Это новый этап, может дойти до мировой войны, что значит выдворение дипломатов РФ. Богдан Еременко. Апостров, Украина. 27 марта 2018 года. Страны ЕС, США и Украина вслед за Великобританией высылают российских дипломатов, выражая таким образом поддержку Лондону, который обвиняет Кремль в покушении на офицера ГРУ в отставке Сергея Скрипаля. Украину должны будут покинуть 13 дипломатов, США, по предварительной информации, целых 60. Канада, Германия и Польша высылают по 4 дипломата. Почему такой шаг Украины и других партнеров Великобритании беспрецедентен и на какой новый уровень выходит конфликт Запада и РФ Владимира Путина, Апостров рассказал дипломат, руководитель фонда Майдана иностранных дел Богдан Еременко. Решение выслать российских дипломатов является беспрецедентным, и прекрасно, что Украина приняла в этом участие, это очень взвешенный и политически грамотный шаг, потому что мы не можем не солидаризироваться с теми, кто противодействует российской экспансии. Нам нужно сделать еще намного больше, и очень хорошо, что хоть это уже есть. Не могу вспомнить в истории случаев, когда группа стран высылала дипломатов одного государства, которое, с их точки зрения, нарушает какие-то нормы международного права. Раньше это делали исключительно на двусторонней основе. И это очень интересно, особенно на фоне бесконечных разговоров, которые Россия очень часто продуцирует, но под ними есть определенная почва, что Запад рассыпается, что политического Запада нет. Вот попытка показать, что Запад может консолидироваться. Ответ на вопрос, почему этот шаг принципиально новый, кроется, на мой взгляд, в выступлении Терезы Мэй перед парламентом, в котором она покушение на Скрипаля поставила в один ряд с агрессией России против Украины, аннексией Крыма, оккупацией части Востока Украины. Просто пришло время осмысления конкретных выводов. Россия очень долго прибегала к стратегии действий, когда ее участие в каких-либо подрывных преступных или недружественных действиях было трудно доказать. Это была основа ее тактики, и она очень долго срабатывала. И вот, наконец, перестала срабатывать. С моей точки зрения, все это является свидетельством того, что отношения между Западом и Россией переходят на новый этап, который будет значительно более агрессивным, интенсивным и конфронтационным, чем подход, который применяли до сих пор, сдерживание и диалог. Понятно, что это выкристаллизуется чуть позже. В том числе, скажем, и намерение не ограничиваться высылкой дипломатов, довольно шаблонным шагом, а перейти, например, к арестам недвижимости, других финансовых активов. Нынешние действия фактически свидетельствуют о начале новой стадии противостояния. Что касается ответа Москвы, то сомнений почти нет. Нет, Россия всегда зеркально отвечала на высылку дипломатов, потому она это сделает и сейчас. А в остальном вопрос не в реакции России, а в том, что высылка дипломатов является реакцией на ее агрессивную, милитаристскую внешнюю политику. Россия провоцирует такие действия, они реагируют на них, это тоже надо учитывать. Ну а чем это закончится? Дело могут пойти в разных формах, вплоть до мировой войны. Конфронтация обостряется, конфликт углубляется, и не только насчет Украины. И совершенно точно Россия не будет отступать. Это невозможно по той причине, что Путин применяет подход сосредоточения внимания на себе, своих требованиях, напоминая, что он – противник. Ему не удалось стать полноправным партнером, и он решил стать полноправным врагом или противником. Этот подход диктует необходимость продолжать эскалацию. Если он перестает быть противником, у него нет аргументов, чтобы стать партнером.